Наша задача – сделать физически корректное сальто. Прежде чем приступить к работе, вы можете ознакомиться с референсами, например, посмотреть различные видео, на которых люди исполняют этот трюк, чтобы лучше представлять себе все движение и его отдельные элементы. Итак, когда вы представляете себе, каким должен быть прыжок и какие основные позы есть в этом движении, пора переходить к созданию основных ключей. Начнем работу и зададим ход Key для групп выделения. Выделите Point-контроллеры и нажмите Ctrl и клавишу цифры. Теперь при нажатии этой клавиши будут выбраны соответствующие контроллеры. Добавить новые группы выделения или поменять существующие можно в любой момент работы. Начнем работу над первой позой. В ней персонаж еще не приступил к движению. Выделяйте Point-контроллеры и применяйте к ним манипуляторы. Используйте ход KW для перемещения и E для вращения. Чтобы опустить руки персонажа, дважды кликните у основания плеча и используйте инструмент вращения. Для локтей и коленей есть специальные контроллеры направления. Пальцы можно редактировать в режиме бокс-контроллеров. Переключитесь на локальный режим манипуляторов. Зажмите кнопку Tail Mode, чтобы сгибать все фаланги сразу. Двигайте части тела персонажа, придавая ему нужное положение. Первая поза готова. Пропустите несколько кадров и создавайте новый ключ. В ключах сохраняются заданные вами положения персонажа. Во втором ключе персонаж начал готовиться к прыжку. Во время работы полезно следить за центром масс. Центр масс отображается в виде точки, расположение которой зависит от масс и положения частей тела персонажа. Проекция этой точки также отображается на земле. Таким образом можно следить за тем, как распределяется вес и делать позы устойчивыми. Создайте новый ключ для третьей позы. Выделите Point-контроллеры и нажмите клавишу R, чтобы закрепить их. Закрепите два контроллера ключицы и перемещайте третий, чтобы повернуть плечо. Закрепленные контроллеры не будут влиять на анимацию, это нужно только для удобства редактирования позы. Нажмите клавишу S, чтобы быстро перейти в режим View и посмотреть результат работы без визуального шума. Повторное нажатие S вернет в предыдущий режим работы. Поза подготовки готова. Введите число в окошко End Frame, чтобы увеличить количество кадров. Далее, поза отрыва от земли. Персонаж оттолкнулся, его ноги прямые. Руками он начинает закручивать себя в сальто. Это будет последняя поза, в которой ноги персонажа касаются земли. В следующем ключе персонаж уже находится в воздухе, но он еще не успел сгруппироваться. Нажмите кнопку отображения гастов, чтобы видеть положение персонажа в предыдущем кадре. Следующий ключ Одна из самых важных поз в прыжке, когда персонаж уже полностью сгруппировался и сделал кувырок через голову. Создание ключевых поз может занять некоторое время, но чем лучше будут эти позы, тем проще будет работать над анимацией дальше. Прежде чем приступить к позе приземления, можно сделать сразу конечную позу. Ее можно скопировать из первого кадра. Выделите персонажа, перейдите в первый кадр и скопируйте его позу, нажав Ctrl-C. Затем вернитесь в последний кадр, нажмите Ctrl-V и переместите персонажа на нужное место. Поза приземления Выделите стопы и скопируйте их из финальной позы, поскольку их положение не будет меняться после приземления. В этом ключе персонаж присел после приземления, руки вытянуты вперед. Промежуточная поза вставания на ноги. Итак, мы поставили основные ключевые позы. Ключей в итоге будет больше, но сейчас эти позы уже дают достаточно хорошее представление о движении. Включим интерполяцию. Выделите промежуток кадров и выберите интерполяцию без Е. По умолчанию в каскадер включен режим ИК интерполяции. Этот режим, как правило, плохо подходит для круговых траекторий. Попробуем включить ФК-интерполяцию на таких интервалах. На некоторых промежутках стопы уходят в землю или поднимаются в воздух. Это происходит потому, что без Е интерполяции стремится делать траектории дугами. Выберите слой, содержащий стопы, и промежуток кадров. Затем задайте стопам линейную интерполяцию. Также подойдет и степ-интерполяция. Когда стопы находятся на земле, лучше включить режим ИК. Стопы больше не уходят под землю, однако это временное решение. В дальнейшем мы проработаем их более детально. Теперь можно перейти к добавлению физических инструментов. В данный момент траектория центра масс в прыжке неровная, а по законам физики центр масс в полете всегда движется строго по баллистической кривой. Создайте баллистическую кривую для выделенного промежутка, нажав соответствующую кнопку. Первым кадром баллистики будет отрыв от земли. Последним кадром является приземление. На таймлайне баллистическая кривая отображается в виде черной линии. Высота созданной кривой получилась ниже, чем необходимая высота прыжка. Причина в том, что за такое количество кадров персонаж сможет подняться лишь на эту высоту. Если увеличить высоту баллистической кривой, то кадров для совершения прыжка понадобится больше. Если необходимо сохранить конкретное количество кадров, то можно изменить гравитацию. Но в данном случае мы сохраним земную гравитацию и просто увеличим количество кадров. Выделите промежуток кадров и нажмите Ctrl плюс T. Теперь растяните промежуток. Нажмите кнопку Last Key, чтобы ограничить таймлайн до последнего ключа. После изменения промежутка интерполяция становится фиксированной. Такая интерполяция не будет пересчитываться после добавления новых ключей или изменения POS в уже существующих. Чтобы пересчитать интерполяцию, нужно снова выбрать безе. Вы можете передвигать ключи по таймлайну, зажав колесико мыши. Теперь нажмите кнопку привязки к баллистической кривой. Положение персонажа изменится так, чтобы его центр масс совпадал с точками на кривой. Теперь проверьте правильность вращения в полете. Для визуализации вращения можно включить отображение angular momentum. Красный сектор указывает на то, что вращение в данном кадре физически некорректно. Для коррекции вращения на промежутке баллистики есть специальный инструмент – баллистические гасты. По умолчанию за основу берутся первые и последние кадры баллистики. Если нужно рассчитать вращения исходя из положения в других кадрах, то их можно пометить флажком. Красные силуэты показывают предполагаемое физически корректное положение персонажа. Нажмите кнопку привязки к баллистическим гастам. Синие силуэты говорят о том, что теперь положение персонажа физически корректно. Красный сектор исчез, что также говорит о том, что теперь вращение в полете происходит правильно. Теперь можно отключить отображение гастов. Промежуток баллистики можно пометить на таймлайне для визуального удобства. Теперь полет физически корректен, но надо проработать моменты отталкивания и приземления. Проверьте траекторию центра масс перед началом прыжка. Старайтесь следить за тем, чтобы траектория центра масс была максимально плавной. в данном случае траектория должна плавно перейти в баллистическую кривую. Добавляйте дополнительные ключи, чтобы уточнить особенности движения. Также предстоит скорректировать и момент после приземления. для коррекции вращения и смещения персонажа в интервалах с точками опоры в каскадер есть специальный инструмент. Сохраните сцену перед добавлением точек опоры. Это пригодится позже. Выделите промежуток на таймлайне от последнего кадра баллистики до кадра, в котором персонаж обретает равновесие. Старайтесь не выделять слишком маленький или слишком большой промежуток. Выделите центр масс персонажа и укажите пивот точки опоры с помощью правой кнопки мыши. Таким пивотом может служить один из Point-контроллеров стопы. Нажмите на кнопку «Создание точки опоры». Если точек опор несколько, то необходимо выбрать пивот для каждой из них. Включите отображение Гастов точек опоры. В данном случае Гасты показывают, что приземлившись таким образом, персонаж не смог бы сохранить равновесие. Нужно скорректировать приземление. Выделите два последних кадра баллистики и включите режим редактирования на промежутке. Теперь изменения в позе будут происходить на всех выбранных кадрах. Выделите верхнюю часть персонажа и немного подвигайте его. Зажмите Ctrl, чтобы увеличить точность манипулятора, замедлив его. Часто достаточно совсем небольшого сдвига, чтобы персонаж смог обрести равновесие. Проверьте равновесие по другим осям. Поскольку мы передвигали персонажа, его центр масс сместился с баллистической кривой. Выделите центр масс и скопируйте его положение при помощи Ctrl-C. Теперь выберите конечный контроллер на баллистической кривой и задайте ему положение центра масс, нажав Ctrl-V. Переснапьте персонажа к баллистической кривой и баллистическим гастам. Выделите промежуток кадров с точками опоры, затем центр масс персонажа и нажмите кнопку снапа к гастам точек опоры. Инструмент точек опоры скорректирует вращение персонажа после приземления. Положение стоп можно скопировать из сцены, которая была сохранена до использования инструмента. Выделите стопы и промежуток кадров, нажмите Ctrl-Shift-C. Затем вставьте скопированный промежуток в новую сцену. Добавьте баллистическую кривую на новый слой и нажмите на окошко под пиктограммой глаза, чтобы скрыть ее. Итак, расставлены основные ключи и добавлены инструменты физики. Но над сценой еще предстоит работа. Завершение и чистка анимации могут занять некоторое время, но от этого зависит качество итогового результата. Пользуйтесь инструментом траектории, чтобы отслеживать перемещение и скорость частей тела персонажа. Следите за тем, чтобы траектория центра масс всегда была максимально плавной. Выделяйте джойнты и нажимайте клавишу V, чтобы скрыть части тела персонажа. Например, мы можем на время скрыть руки, чтобы сосредоточиться на движении корпуса. Добавляйте новые ключи, чтобы уточнять особенность движения и выравнивать траектории. Увеличивайте размер манипулятора, зажав клавишу Ctrl и правую кнопку мыши. Движение персонажа можно отследить по изменению положения локального манипулятора. Пользуйтесь разными режимами отображения траекторий. Степ интерполяция, которую мы задали стопам в начале, теперь может помешать редактированию траектории колена, поэтому ее можно убрать, чтобы проработать стопы более детально. Нажимайте Alt-V, чтобы снова показать скрытые объекты. Если были внесены изменения в кадры с физическими инструментами, в результате которых физические гасты стали красными, то понадобится заново пересчитать физику и приснапить персонажа. к физическим гастам. Таким образом, если использовать траектории и другие инструменты, добавлять недостающие кадры и вносить небольшие изменения в уже существующие, у вас будет получаться все более чистая и плавная анимация. Когда анимация будет готова, ее можно сохранить в виде видеофайла или секвенции. Анимация 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 Анимация